Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире, как вы уже догадались, первая литературная телевидение, программа «Турнир поэтов» и ее ведущий Евгений Сулис. И я спешу представить наших гостей. Александр Аберемок. Родился в Иркутске и живет в Белгороде. Высшее образование, преподаватель русского языка и литературы. Публикуется в различных литературных и поэтических журналах, сборниках и альманахах, а также интернет-порталах. Пишет стихи и прозу. Призер и лауреат 5-го международного поэтического конкурса «45-й калибр». Победитель международного литературного конкурса «9-й открытый чемпионат Балтии по русской поэзии-2020». Победитель международного литературного конкурса «Кубок мира по русской поэзии-2020». Представлен члену художественного совета программы «Турнир поэтов» Юрием Семецким. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Марина Евсеева. Родилась и живет в Санкт-Петербурге. По образованию социальный педагог. Работает координатором благотворительной организации. Публикуется на поэтических интернет-ресурсах. Многократно становилась призером различных конкурсов поэзии, организованных профессиональными литературными порталами. Автор сборника поэзии. Представлен члену художественного совета программы «Турнир поэтов» Юрием Семецким. Здравствуйте, Марина! Здравствуйте! Ну, во-первых, хочу нашим зрителям рассказать, что на портале стихи.ру вы известны как Марина Изергиль. Во-первых, почему? Ну, достаточно случайно я пришла когда-то два года назад регистрироваться. Выяснилось, что мне могут предложить быть только Мариной Евсеевой, по-моему, пятой. Но это действительно очень похоже у Чехова в жалобной книге. Иванов какой-то руку приложил. И, в общем, быть пятой мне не понравилось, поэтому пришлось брать псевдоним. И более-менее, как бы, вот первое, вот прямо вот пятиминутное там решение, первое, что пришло в голову. Вообще-то... И теперь с этим пятиминутным решением вы живёте в Милипоэзии. И теперь с этим я живу, да. Ну, там такой намёк на то, что я не очень молода, на самом деле. А вообще я живу на поэмбуке в каких-то других местах под именем Дзанни. Это такая маска комедии Дель Арте. Ну, и, Сергей, любите Горького? Нет. Нет? Нет, плохо знаю, к сожалению, но... Александр, а у вас были какие-то псевдонимы на протяжении поэтической жизни? Да, я начинал как Мигов, это фамилия моей бабушки, Болгарская такая фамилия. Вот, ну, а потом решил, что нужно под своими минимумами, чтобы люди знали. Да, ну, и вам, наверное, Стехира не предлагала стать номер пять. Нет, фамилия достанная. Вам с фамилией повезло, в том смысле, что с редкости фамилии. Так, и все его фамилии очень красиво. Спасибо. Вы работаете преподавателем русского языка и литературы, правильно? Нет, я по образованию учитель русской литературы, а работаю я в родной альмамата в научном отделе, в таком, там, вычитываем научные журналы. А какая область научная или разная? Да, знаю, мне достались история политологии и медицина. Да, но мы знаем, что область политологии часто переходит в область медицины. Марина, а вы работаете координатором благотворительной организации. Несколько слов можете об этом рассказать? Что это такое? Кому вы помогаете? Мы помогаем пожилым людям. Это еврейская благотворительная организация. В основном мы помогаем тем людям, которые пострадали от нацизма. Мы обеспечиваем в основном уход за этими людьми. Бесплатный, благотворительный. Они очень интересные. Средний возраст подопечных у нас 90 лет. Ничего себе. И при этом они, как правило, очень жизнерадостные. Ну, видимо, потому что только жизнерадостные доживают до такого возраста. Собственно, у меня была подопечная, которой было 105. Она рассказывала анекдоты. Она каждый день требовала мясного. То есть она еще дореволюционная была, да? Ну, рождение, да. Да, то есть там потрясающие совершенно истории. Там подопечная, которая работала в Коминтерне под руководством сына Держинского. Как она говорила, маленький испуганный человечек. Интересно. Вот так вот, да. Там потрясающие. Там есть один большой минус. Они уходят. Так, а с апреля прошлого года вы стали участницей поэтической мастерской Галины Илюхиной. Измечательного поэта питерского. Галя, привет. Я очень люблю Галину. Прекрасный человек и прекрасный поэт. Ну, я так понимаю, что апрель – это начало карантина. Но его продолжение у вас, видимо, появилось в свободное время. Да, да, конечно. Мы перешли на дистанционный режим. И вот в Зуме мы до сих пор собираемся в Зуме. То есть мы не вышли из сумрака. Как проходит вот эта мастерская? Мы заранее участники мастерской, желающие, естественно, заранее размещают как бы стихотворения, которые они подают на разбор в нашей группе в Фейсбуке. Потом в назначенный день и час в Зуме мы собираемся и по очереди разбираем. Последнее слово всегда за Галине Санне, естественно. Это интересно, полезно и познавательно, безусловно. Ну, это такой классический семинар литературы. Да, да. Единственное, что, конечно, я Галине Санне еще летом сказала, что перестаньте разговаривать у меня в голове. Да, это я знаю, такой эффект. А сколько человек собирается в среднем? Человек 8-10, наверное. Александр, а вот у вас были или есть что-то подобное? Какие-то семинары или то такое? Где-то вы как-то учитесь поэзии? Когда-то ходил на студию, была такая студия слова от Союза писателей России. Ну, недолго я что-то выходил. Это в Белгороде был? У вас в Белгороде был, да? Да. А сейчас, когда меня приняли в Союз российских писателей, мы собираемся иногда, но не так часто, конечно. Но в планах мы хотим создать свою студию и приглашать уже туда людей. Ну, по-моему, очень здорово. Я в свое время ходил на семинар к Леониду Костюкову и вспоминая эти годы очень прям много они мне дали. Скажите, Александр, а вообще вот литературная жизнь Белгорода мне всегда интереснее, этот вопрос задаю. Как она происходит? Есть ли литературные вечера поэтические? Как-то вы собираетесь ли вместе пишущие? Достаточно редкое явление у нас в Белгороде это, но бывает иногда. Ну, допустим, если кто-то выпустит книгу, там какая-нибудь презентация, много приглашают людей, довольно интересно проходит, но это очень редко. Ну что же, я желаю, если у вас уже там есть наметки от Российского Союза писателей, то вместе как-то собираться, скучковаться. Мне кажется, это очень помогает. Ну что же, мы сейчас уже скоро перейдем к жребию, узнаем, кто будет первым читать, и к нам во время чтения стихов присоединится Галина Ивановна Седых, наш профессиональный читатель. Ну и последний такой вопрос. Вот сейчас мы начнем слушать ваши стихи, что вообще главное в нашей программе, конечно же. Давайте попробуем, если вы не против, настроить наших зрителей на вот вашу волну. То есть у вас сейчас есть возможность вот что-то такое предисловие к своим стихам, может быть, назвать направление, которое вам близко, может быть, авторов, которые на вас повлияли, может быть, просто вот как-то иначе настроить. Но мне кажется, это важно, потому что поэты разные, стихи разные, конечно, стихи сами скажут за себя. Но давайте попробуем настроить на вашу волну. Марина, вот как бы вы настроили читателей, зрителей? Ну, я автор относительно начинающий, относительно молодой, скажем так, да, пишу стихи три года, и для меня с самого начала было очень важно не быть ни на кого похожей. Вот прямо, вот одна из самых важных вещей, но там первое было не быть похожей на Бродского, при том, что я люблю и уважаю, естественно, Бродского. Я понимаю, что влияние, ну, Мандельштама однозначно, у меня любимый поэт Мандельштам, я понимаю, что влияние Сосноры, ну, я просто сама вижу в своих стихах, я понимаю, что влияние и Самойлова, и немножко даже Слуцкого. Ну, в общем, я однажды совершенно случайно стихотворение Бальмонта переписала заново. Ну, как бы, и сама этого не заметила. И потом долго клялась, и действительно до сих пор, что я его вообще не знаю, но, видимо, где-то когда-то услышала. И очень этого боюсь, надо сказать. Спасибо, спасибо. Александр? Я вырос, можно сказать, на стихах Гумилёра, очень люблю этого поэта, вообще как человека. Но стараюсь писать, стараюсь выработать свой стиль. И мне кажется, это у меня получается. Мне многие друзья говорят, что стихи «Оберемка» уже ни с кем не спутаешь, можно читать, и не знаю, что автор «Оберемок» уже с уверенностью сказать, что это я. Вот, всё, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Ну что же, бросаем жребий. Марина, вам право вытащить. Так. Вторая. Ага. Значит, начинает нашу программу, наше чтение стихов. Александр «Оберемок». А к нам присоединяется Галина Ивановна Седых, наш любимый профессиональный читатель. Каждому свое. У нее на вокзале транзитные поезда. Суетает скандал, прощание, боль и разлук. У него происходит такая же лобода, потому что не может он жить без стервозных сук. Ей плевать, если честно, что Гамлет, а что Гамлет. Лишь бы принц, и чтоб внешность не хуже, чем у шнура. Он считает, что в мире сегодня и завтра нет. Существует одно, испохавленное вчера. У нее беготня, в бутике листовар смели. А она распродажу прошляпила и т.д. Он подсчитывал ночью ахийские корабли. А потом был расстрелян в подвалах НКВД. К северу и к югу. В 10-11 лет я считал ворон. Слыл недотепый и часто бывал смешон. Как-то из книги один озорной барон Выстрелил косточкой мне молодую грудь. Семя раскрылось, мешало порою снуть. Счарилась в сны, навевала сплошную жуть. К этому времени грудь не болела, но Я подрастал, и со мной росло оно. То ли зерно, то ли дьявольское пятно. Выползли ветви, а корни полезли вниз. К северу тянется ясень, а к югу тис. В ветках прыгучая белка, орел и лис. Так что теперь, с облаков вытирая пыль Сквозь миллионы лун, миллионы миль Тянется к вечности дерево и к драссилю. Жиши. Мои жиши круче других жиши. Они сбегут в шумные камыши, Всего часок листьями пошурши, А там котовски. Но как не злись шашкой былье хороша, А все же помню моя душа О том, что ты ангельски хороша, Почти чертовски. Ты снишься мне, этакому хлыщу, Тайком живешь в чащах моих чущу, И я о том чаще всего грущу чернильным соком, Что столько лет криво бредут дела. С тех пор, как ты радостна и мила, Тогда в мою глупую жизнь вошла И вышла боком. Сова Нам говорят, что жизнь игра, Трава, дрова среди двора, Упрямый чет, пугливый нечит, Жизнь удивительно мудра, Пока не бьет и не калечит. До середины их Днепра Физкульт, как вводится ура, Плывут джеромы, как джеромы, Жизнь отвратительно щедра, Не скупится на обломы. А мы лежим, дрова трезвы, Среди рыжающей травы, Бадлер, спасибо за эпитет, Плакун, разрыв, прострел, братвы, Не знает черт, и Бог не видит. Невыносимо синева, Москва, Тува, Литва, Нева, Смотри, Любуйся, Человече, А жизнь кончается, Сова, и черт возьми, Но лучше нечет. Скрипела дверь, Скрипела дверь, И ты, душа моя, Тихонько появлялась у порога, Оглядывала пустоту жилья, Свыкаясь с полубраком понемногу. Я ждал тебя, как прежде, По средам, Я ждал тебя, как ждал тогда Адам, Вторую производную, От Бога. Скрипела дверь, И ты входила в дом, На страже тишины часы стояли. Я поднимался на ноги с трудом, Укутывался плотного одеяла, Потом садился на увечный стол, Как будто пустоту собой заткнул, Но получалось у меня едва ли. Скрипела дверь, В убогую нору, Ты в контражуре медлила в проеме, А мне в сорокоградусном жару Привиделось в туманной полудреме, Наш город был совсем опустошен, А пятый македонский легион Вставал во всеоружии на стрёме. Скрипела дверь, А тени на стене, Под звон небесных сфер Кружились в вальсе, Корабль летел на бреющем к волне, Меняя ставки имена и галсы, И сон о том, Что комнаты пусты, Мой сон о том, Что существуешь ты, Сбивался. Александр Аберемок, В программе «Турнир поэтов» На первом литературном телевидении К нам присоединился наш любимый Профессиональный читатель Галина Ивановна Седых, Литературный критик, Кандидат филологических наук, Доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени Горького, Руководитель семинара поэзии Литературного института, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Галина Ивановна, здравствуйте, Рад вас снова видеть. Здравствуйте, и здравствуйте, Александр. Ну что же, мы прослушаем сейчас Стихи Александра. Галина Ивановна, что скажете? В принципе, такая поэтика Мне не близка. Хотя я, конечно, могу ее оценить, Ну просто как профессиональный читатель. А что именно, в чем не близка? Ну вот это вот подкалывание, Ироническое зубоскальство какая-то. Мне очень понравилось его чтение. И я вынуждена просто пересмотреть свою позицию. А, то есть сейчас Александр когда читал? Я всегда оцениваю подборки, но никогда не смотрю на авторов, да, и крайне редко. Но я тут, в его чтении, я поняла, что его подборка, она, конечно, иронична, но это такая глухая ироничность и, скорее, даже, так скажу, глухая искренность иронии. Она за... То есть он не чистый ироник там, как наши, там, скажете, всякие КВНщики и прочие, которые... То есть ирония не ради иронии. Да, да. Нет этой игры в иронии. А это очень серьезно, это вот такой гейн, в том смысле, как бы, в его отношении к иронии. Хотя гейн под конец своей жизни очень не любил эту иронию, свою же даже. Он считал, что она разъедает поэта. Но он имел в виду поэта-лирика. А я вот слушаю Александра, начинаю понимать, что он не заглушает в себе лирика, и, наоборот, он педалирует эту тему, и она явлена, ну, так скажем условно, в любовной его лирике. Ну, вот первое стихотворение, я думаю, не только меня оно удивило, кого-то возмутило. Первое – это в подборке. Да, и в подборке, Александр. Я читаю так, как у меня есть. Это стихотворение «Жиши», которое было в середине чтения. Да, «Жиши». Ну, это понятно, что здесь игра со школьным учебником. «Жиши, пиши через «и». Дальше там идет «чу, щу, пиши через «у». Ну, это вот интересно, все рассказывается история древняя, как мир. То есть ангельская чертовка и шуршащий словесами поэт. Причем поэт довольно косноязычный, робкий, чего нет вообще, как бы в иронии не должно быть. Самая ирония – это хорошо. Ирония, она разъедает лирика. И шуршащий вот этими словесами поэт, я думаю, уж не поляк ли он, случаем очень уж любит, пшибыш этот шипящий и нагнетает. Так, мои же «ши», круче других «ши». Вот дальше, Александр, вы мне должны прояснить. Всего часок листьями по шурши. Для меня это листья в камышах очень сомнительные, поэтому я думаю, что имеются в виду вот листья, как материал для писания стихотворений. Так, да? Очень хорошо. А там Котовский. Но здесь для меня Котовский капец. Конец. Все. Образ поэта сознательно занижен. Честно говоря, мне это не очень нравится. Это кому хлыщу. Хлыщу, ну не надо мне подсказывать, как читателю, кто вы есть. Я вижу это из текста, кто вы есть. И зачем занижать свой образ? Это такой шапелявый хлыщ в глупой своей жизни, пользующийся чернильным соком. Это очень здорово, чернилами. То есть кропающий стишата в честь дамы сердца, которая вошла в его жизнь, что вышла ему боком. Очень оригинальная, интересная игра в фразеологизм. Жизнь вышла боком. Она вошла в его жизнь, но вышла боком. Первая из ситуаций. Ирония на грани фола в первом Катрены. А финал хороший. Теперь это написано дольником, которые маскируются под холи ямб. Там, скорее, с ямбом. Но на самом деле это дольник. Может быть, гликанический логовед. Но это я уже представляю вам свою эрудицию в области теории стиха, потому что я ее довольно долго читала в литературном институте. Второе стихотворение по подборке. «Скрепела дверь». Ну, здесь трофика, семистишия, рифма, любопытно АБАБ, ЦЦВ и метрика, пятистопный ямб, который обычно используют после Пушкина в каких-нибудь драматических таких ситуациях. И здесь она прописана. Автор, мне кажется, интуитивно нашел этот размер и молодец. В принципе, ситуация ведения в бреду сна. Мне очень понравилась анафора «Скрепела дверь». Она тут прописана раз, два, три, четыре раза. В общем, получается так, что эта анафора «Скрепела дверь» методично воспроизводит скрип открываемой двери, в которую никак не может войти его возлюбленная. Мотивация там непонятна. Хочет она, не хочет. Он болен, бедный ему во сне, все это снится. И тут любопытнее даже не столько он, сколько эта девушка. Она, как в любом сне у болеющего человека, тут все логично и размыто. Город, легионеры, македонские, всякие кошмары ему снятся. Космос, корабль, пустое жилище и желанная женская душа, не способная открыть дверь и войти в жизнь героя. Кстати, в первый раз она вошла и вышла боком. Может быть, это другая муза, но это вообще не входит в его жизнь. И замечательный финал. Тут получается, что желаемая автору вообще недостижима. Мусоя на том, что существуешь ты, сбивался. Вот хотелось бы, но сны они же не могут. Они там, проще было бы сказать, сбивался, сбывался. И наверняка вам это подсказывали. Нет, именно сбивался, сбивчивый сон, это сон, видение, бреду. Ну, потому что человек болен. Ну, сбывался был бы банально. Да, ну, ерунда была бы, конечно. Хорошая стихотворение. Теперь вот уже серьезный, к северу и к югу. Это мое любимое в подборке. Серьезно? Не понравилось очень. Ну, потому что старшая эда просматривается, белка интересная, рототокс, ясень, мировое древе. Но начинается, тебе нравится, видимо, то, что здесь начинается с Мюнхгаузена. Но этот Мюнхгаузен каким-то образом превращается уже в скандинавский сказ, в старшую эду. Озорной барон от Мюнхгаузена совершенно точно, он выстрелил косточкой. И вот интересно, что дальше идет, уже автор уходит уже в совершенно глубокую такую мифологию скандинавскую. И у него не рога выросли, как у Мюнхгаузена. Он этого над собой издевательства не позволяет все-таки. Хотя он где-то и самый ироничен. У него, конечно же, выросло древо, и дальше все похоже на друидство. Здесь, в принципе, все эти белки, орел и лисы, это по мифам нам понятно, по старшей эду. И не зря он, кстати говоря, пишет, что любит Гумилева. Гумилев очень увлекался вот этими мифами скандинавскими. И он даже разрисовывал схему, как там, Саша наверняка знаком с ней. Ну, это такая воинская вся эта тема тоже. Да, да, купечество, воин на четыре угла. Я забыл сейчас, как называется его работа. Это довольно молодые годы. Он вообще очень увлекался теорией, теорией стиха и литературы. И школу, как вы знаете, создал свою. Что здесь здорово? Ну, это дерево, мировое древо ясень, оно все-таки выросло из автора. И тут, кстати, это не во сне все, это как бы реально. Но он сомневается, то ли это зерно благодатное, то ли дьявольское пятно. Поскольку там фигурирует мерзавка-белка, у которой вообще провокационная функция, то тут начинаешь задумываться. Да, может быть, его наградили как раз вот этим дьявольским опытом. И прекрасно так, что теперь с облаков, вытирая пыль, сквозь миллионный лун, миллионный мир, тянется к вечности древо. Игдрасиль, выросло это древо, мировое древо из автора. Задумывалось, что это будет там вишня, да, или как там у Мюнхгаузена, по-моему, черешня была. Вот с облаков, вытирая пыль, все совершенно знакомо, им можно было там соглашаться, не соглашаться, ну, может быть, кому-то скучно. Но когда это дерево с облаков вытирает пыль, вот неожиданно, вот такие находки, они делают честь автору. Теперь Кава, как ты? А, кстати, вот наши студенты говорят, Кава, на мой взгляд, это послание, может быть, другу. И здесь такая игра на поговорках, скороговорках, по-моему, очень удачно. На дворе трава, на траве дрова, и финал, да, трое в лодке, не считая собаки, узнаваемо тут. Жизнь мудра, жизнь щедра, лежим как дрова, вот это вот суть. И финал, все-таки вот они лежат как дрова, как бы вообще в бездействии, но при этом флакон, разрыв, прострел, братвы, не знают, черт и бог не видят. Уже началась трагедия, поскольку там какая-то странная фраза до середины их Днепра. Ну, в контексте мы воспроизводим ситуацию, конечно. И дальше невыносимо синева, Москва, Това, Али, Стванева. Смотрите, какой простор. Смотри, любуйся, человече, а жизнь кончается, кова, перевод это как ты. И черт возьми, но лучше не черт. Впереди раньше был у нас черт-нечет, а здесь черт-нечет. Он помнит, как надо закольцевать, и делает это прекрасно. Молодец. Хорошее стихотворение. И это не игра в бисер, тут сказано емко и четко все. Каждому свое. Но опять вот это возврат к Жиши, ситуация «Он и она». Это то стихотворение, с которого Александр начинал читать. Просто подборка у нас немножко другой последовательности, и поэтому Галина Ивановна идет по той подборке, как изначально у нее лежали стихотворения. Тут он и она, и, конечно, ситуация та же самая, что Жиши. Конечно, она недостижима пока что. И знаете, Саша, что мне не понравилось? У нее беготня в бутике, очень все прямолинейно, без обыгрывания. И финал мне уже ясен в середине. Раз она такая мерзавка, он такой поэт или ученый, или кто он там, я не знаю. Ну, он такой светлый, милый, прекрасный. Вот когда он шуршит листами в камышах, я его ощущаю. А здесь, ну, просто констатация факта. А лишь бы принц, чтобы внешность не хуже, чем у шнура, замечательно. Ну, и эти ее беготня по магазинам, и вдруг неожиданно вот этот странный финал, отсылающий опять к Мандельштаму, да. Он подсчитывал ночью ахейские корабли. Ну, конечно, сразу приходит на ум, я список кораблей прочел до середины Мандельштама, а потом был расстрелян в подвалах НКВД. Вот, мне кажется, слишком прямолинейный вывод. Ну, и что, ну, ситуация в чем? Ну, вот он такой, да, а она такая. Ну, они только поэтому этих стерв и любят, что они другие, стервозные суки, да. Иначе они бы не сошлись никогда. И меня смущает это НКВД. Я тоже смущаю. Я тоже, да, потому что это сразу отсылается к Мандельштаму. А, как известно, Надежда Яковлевна была совершенной, наверное, она была предана Осипу Емельчу, и лучше ее, наверное, никто о нем не написал ничего. Ну, вот, примерно так. Ну, и вообще, мне кажется, НКВД настолько какой-то мощный удар, и очень конкретный даже. Да, да. Что вот здесь он немножко эту конкретику дает, и от этого разрушается все остальное. Ну, и особенно ахейские корабли, куда ты их денешь? Сразу, конечно, я список кораблей прочел до сих пор. Это, конечно, да. Но это, может быть, и неплохо. Оно в этом контексте с НКВД, ну, не тянет, понимаешь? Вот я говорю, мне кажется, НКВД лишнее. Да, да, да. А с кораблями, пусть там Мандельштам возникает, но он возникает как образ поэта, а не конкретно Мандельштам. А, кстати говоря, этот образ кораблей, он уже, список кораблей, он уже настолько затаскан. Он, да, он затаскан. Просто это уже штамп становится. Это правда. Моле затаскает только ночь улица Фонарь, Аптека, Блок. Но это на втором месте. Это да. А так я говорю, что вот эта интонация, с которой он прочитал, меня убедила в том, что это искренняя ирония, искренняя, но она очень приглушена, им самим, сознательно. Читает хорошо. Александр, вы так внимательно слушали, улыбались иногда, я видел. Пару слов что-то скажете в ответ, что-то, может быть, уточните. По поводу последнего сотворения, там скорее собирательный образ. Там и Мандельштам, и Гумилёв, и все кто. Всех расстрелянных НКВД, понятно. Так мне понравилось, как вы все так по полочкам разложили. Как будто я сам рассказывал, объяснял свои стихи. Не, вы бы так не рассказали. Вы бы рассказали в гуть. Но ваши выводы просто очень близки. Такое же не всегда бывает. Некоторые авторы... Абсолютно. Некоторым не нравится. Некоторым нравится, но говорят, ну вообще так не нравится. Очень точно, спасибо большое. Александр Аберемок был с нами. Спасибо большое, Александр. А мы приглашаем на нашу сцену Марину Евсееву, она же Марина Изергиль. Наскальная живопись. Олухи, миров своих насильники. Неслухи, любви своей кандальники. Так и будем до самозабвения разговаривать рисунками наскальными. Этот бизон, пораженный копьем, нарисованный мной, стоит пораженный то ли чужой красотой, то ли своей немотой. Как завороженный глядит то ли на смерть свою, то ли на чужого тебя, стоит и охрой горит как огнем. Пусть это буду не я. Это сердце, пронзенное стрелой, небрежным штрихом, нарисованное тобой, имеет предсердие, клапаны, желудочки и, главное, кровь. И символизирует отнюдь не любовь, а просто проткнутый орган тела, из которого уходит жизнь, про которое ты просил удержи, а я не сумела. Так вслепую, в глухую, друг другу рисуем мы силуэты, едва проглядывающие из тьмы, отставной козы-барабанщики, неслухи, олухи, рисовальщики. Не оглянешься, вот и зачахла сырая сирень, не очнешься, а вот и стручки на поникших акациях. Так и лето пройдет, как один непрекаянный день, привезет тебя без остановок к назначенной станции, и прощайте в акации. А очнешься, деревья в решетке, тюрьма да с ума, а оглянешься, темень ощерится лагерным волком. Не успеешь чирикнуть, как очередная зима затолкает в мешок и потащит по наледе волоком. И вот это надолго. Фонданго. Аутическая греза. Когда мы с тобой пойдем по фонтанке Фонданго, не то чтобы с панки, а такшен тропа голодранки, подкованными каблуками стуча с позаранку, чечетку починным и чистым пока тротуаром, посадой свои потрясая липные фасады, шальных голубей задевая резными валанами, щелчком кастаньетным сбивая с фронтона в побелку, качая нелепые липы глубоким дуэнде, вгоняя в смущение и краску прохожих несмелых. Те скажут, глядите, какие веселые тетки, а кто-то добавит еще охрененные телки. А мы будем просто безбрежно счастливые люди. Смотрите, судите, рядите, от нас не убудет. И так мы пройдем от Синой и до самого Невского, под стрек от гитар и алле населения местного. И так мы взлетим, я не знаю, на воздух ли, в небо ли, как будто и не было. Чисто поле. Я замерзшей рукой вызываю Убер. Мое местоположение чисто поле. Эй, на спутнике, пеленгуйте номер, пока телефон мой к чертям не умер. Присылайте хоть вертолет, хоть, не знаю, буер. У меня тут и гололед, и характер буен. Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Может, ОРВИ, может быть, безумен. А в телефоне только бессмысленные гудки. Сплошная жимолость вокруг, А среди жимолости Кишенье юношей, старух и прочей живности. И мы с тобой, как муравьи, по листьям ползаем. Не помышляем о любви, оно и поздно нам. А так бредем куда-нибудь дорожкой узенькой. С трудом нащупываем путь и тянем усики. И, увязая в киселе взаимной вежливости, Мечтать не смеем о тепле и прочей нежности. И солнечное вещество, вдыхая жабрами, Хотим не то, чтобы чего, хотя бы жалости. Но слезы по своей судьбе давно повылились, И тараканы в голове давно повывелись. Музыка услаждает слух, А зрение – живопись. Какая жимолость, мой друг, какая жимолость! Марина Евсеева, она же Марина из Иргиль, В программе «Турнир поэтов» на Первом литературном телевидении. Наш профессиональный читатель Галина Ивановна Седых. И сейчас перейдем к обсуждению стихов Марины. Итак, Галина Ивановна, что скажете? Ну, что я скажу? Вот чувствуется, что человек недавно стал писать. Была какая-то очень серьезная причина и стимул. Я не знаю, что мне показалось. Болезнь какая-то. Права или не права? Болезнь близкого человека. Вот так вот, да. Ну, в общем, какой-то такой внешний стимул, который… Ну, такой бывает. Просто люди начинают писать стихи, совершенно не умея объяснить, да и не надо это объяснять. Просто идет потоком творчества. Довольно интенсивно. Здесь главное… Ну, как вот прагматический… Марина Са абсолютно не прагматик, это видно. Но прагматический человек, он бы этой ситуацией воспользовался, и на этой волне бы он въехал в поэзию. Здесь есть вот такое недоверие к себе, само недоверие. И оно же видно в этом странном псевдониме. Ну, я не знаю, я не имею ничего против, но тут вздрагиваешь, конечно. Так, потому что, ну, вы совсем не из Аргиль, вы милый, симпатичный очень человек, женщина такая, я не знаю. Да, я подтверждаю ваши слова. Я просто уже затравленный новым временем, я боюсь делать комплименты. Да. Да, сейчас-то как-то уже стало все сложно. Да, уже скажешь комплимент, а потом не знаешь, во что это вылится. Но это настраивает на некий лад такой, да, что это какие-то юмористические стихи. Ну, или будет там ёрничать, или, я не знаю, уж совсем будет тоска полная по поводу своего возраста. А знаете, можно я вас перебью? Не перебить. Потому что у меня в начале, действительно, вот первый год у меня было наполовину тоска, наполовину ёрничание. Ну, вот это и есть. Как корабль назовешь. Это и есть, это и есть, Марина, это все есть. А вот ёрничать, они как раз это недоверие к себе. Вот это надо, от этого надо, мне кажется, сразу-сразу излечаться. Я очень пафоса боюсь. Пафоса, я знаю, вы все боитесь пафоса, хотя в пафосе ничего дурного нет. Это просто наши гены ещё пра-пра-пра-пра до античных времён. Там они же не боялись пафоса, что в нём плохого. Это чисто такой молодёжный термин, они лет 10 назад прямо говорят, ой, пафосно, имея в виду патриотично. Вот для них такое было. Ладно, Марин, сейчас, значит, о том мы никогда не договоримся. Или боятся как планку, которую сложно взять, поэтому мы будем её всячески презирать. Может быть, может быть. Тут в чём дело-то? Вот стихи достаточно необычные. И они любопытны, они интересны, но как бы строгий критик сказал бы несовершенны. Но это и хорошо, потому что я вижу здесь процесс и становление автора. И к этому автору надо относиться очень бережно, потому что проще всего сейчас там растоптать, разметать, изуродовать или как у нас там. Это для студентов, для молодёжи. Они там могут друг друга рвать, как тузик, грелку, но я не придерживаюсь вообще этого пафоса. Вот наскальная живопись. Посмотрите, какое, во-первых, оригинальное мышление у автора. Кстати, он у нас кем работает? Педагогом. Нет, я куратор патронажной службы. Написано. Это образование педагога. Вот, сама эта должность предполагает аккуратность в выражениях, да? Ну, и это видно. Наскальная живопись. Я не смотрела принципиально на то, как вы читаете. Как раз вот боялась, что он сейчас вас завернёт куда-нибудь в театр. Стихотворение «Наскальная живопись» у меня стоит большой плюс. Она вообще очень нетипичная, она оригинальная о любви и роковом поединке. Поединок роковой подсветаивает, да? Участники он и она, изъясняя своё чувство древним способом. Это очень интересно, до этого надо вообще-то было бы додуматься. Эти первые прото, скажем так, прото-адамовые художники, которые с помощью наскальных рисунков пересылают как бы друг другу письма, послания, да? И, кстати, это звучит более современно, чем если бы они там изъяснялись, к примеру, на стенах граффити современными, да? Вроде способ современный, но никакого эффекта от этого не было. Была бы просто мазня, вот как некоторые там пишут про наши стены, когда едешь в какой-то поездах, да, и видишь, что там написано. Да, поднимали эту тему на одну из наших программ. Поднимали, да. Ну, там «Спартак», «Динамо», «ЦСК» и прочее. Вот это очень ценно. То, что автор до этого додумался, это хорошо. И это задевает наше внимание. Потом идет у нас уже диалог-разговор, заочный, в слепую и в глухую, что интересно. Уже в те стародавние времена, двое будучи людьми творческими, здесь автор настаивает на том, что они творцы, они рисуют. А, кстати, вы тоже любите рисунки, нет? Нет, я не рисую. Родители у меня искусствоведы. А, ну, вот тогда понятно. Вот эти, будучи, значит, уже творческими людьми, они выясняют постоянно отношения в очень неординарном и довольно жестким способом. Причем у каждого свой, можно сказать, четко очерченный гендерный подход. Здесь, как я понимаю, женщина доминирует, ее копье, как стрела амура, пронзает условного бизона, а далее в дело вступает женский прагматизм. И она просто способна, как мне кажется, уже приготовить пищу из сердца охотничьей добычи. Здесь есть такая ирония, но чтобы она была яснее, Марина, у меня такой вам совет, не знаю, согласитесь ли вы. Собственно, секториан-дельцы как раз на две части, да и вы это отписали, отбивка, этот бизон и это сердце. Бизон, конечно, мужчина, сердце, пронзанное стрелой, это уже козни женские. Но вот это вот «пусть это буду не я», оно вообще должно быть отдельной строчкой и быть написано вот такой отбивкой. Ага, спасибо. И тогда его не надо притягивать к мужчине. Да, оно будет посередине, на самом деле. Да, оно будет просто отбивкой. Вот, и тогда будет совершенно понятно, что в результате вот этой их переписки ситуация переходит в разряд вечных тем жизни и поэзии. И оно не такое шуточное, как могло бы там показаться, его можно было бы сделать так. Нет, но оно состоит, конечно, вот на этой грани странности. И это как раз и впечатляет читателя меня. Да, это здорово. Спасибо. Вокация и каникулы – тяжелое стихотворение. Здесь, собственно, болезненное состояние, из лета в зиму. Но, похоже, речь идет просто о заточении в больницу. Вокация здесь воспринимается, как, кстати, такая легкая самоирония, самопатрульния и самоподбадривание. Не знаю, насколько это уместно, но автору виднее, как справляться с явной бедой, с нездоровьем. Если это помогает, ну, Бога ради, но не очень для читателя. Это скорее такое для себя. Многие стихи, может быть, и не следует сразу. Может быть, они потом выстроятся в какой-то цикл, тогда будет понятие. А так просто это, вы знаете, вот от того милого стихотворения, в вокации, раз, тебе комом снега по голове затолкает мешок и потащит по наледи, волоком. И вот это надолго. А вот фанданга, это, ну, просто такая прелесть, аутическая греза, да, очень артистичная, очень ожидано, особенно после этого стихотворения. Его просто видишь. И это питерское. Да, я как раз только из Питера и прям, да, все увидел. Видел, да, прям там они... Ну, для меня это кино. Оно и есть. Но главное, вы интуитивно здорово нашли размер. Понимаете? Потому что вот редкий размер пятистопный антибрахий. Он довольно сложный. И здесь он уместен. И потом, когда вы пишете шентропа-гландранки, это такая живая строчка. И здесь все уместно. Вот видишь эту ватагу. Ну да, да, они такие веселые идутся, такие с куражом. Вот именно, с куражом. Они вышли вот из этого заточения коронавируса, наконец-то, без масок. Веселые тетки. Веселые. И это здорово. Веселые тетки. Вот, значит, тут удивительное слово посада, как осанка, да. И мне очень понравилась вот эта игра с такими, как их называют, шипящими, да. Или они какие-то там че. Как чечетка, чечетка, да. Смотри, че-че-чо, че-че-ча-ча. И это через все стихотворение, пока они идут и танцуют, это вполне вот... Вам, наверное, предлагали на музыку это положить? Нет. Нет, да? Ну, вполне, между прочим, может быть, кто-нибудь и клюнет. Вот. И я считаю, что здесь очень умелое использование внутренней рифмы. Вы доходите своим опытом до этого, интуитивно. Никто вас этому не учил. Вы это чувствуете. И это хорошо. Вот эти охрененные веселые тетки, они действительно очень истосковались в этой коронавирусном заточении. Вышли на улицу с костоятами и сами себе развлекают. Это жизнеутверждающее стихотворение. Оно снимает весь негатив инвокации. Оправдывает. Вот потому что я думаю, что вот это после вакации, и они и вышли. Ну, когда будете делать, может быть, сборник, обратите внимание на это. Потому что вакации сами по себе не могут действовать. Их надо каким-то образом нейтрализовать и объяснить. А то светлое и хорошее стихотворение. Чистое поле. Чистое поле. То ли ветер. Вообще здесь есть что-то от Высоцкого. Совершенно явно. Сама по себе тема одиночества в чистом поле не новая, конечно. Знаете вы это или не знаете. Конечно. Она очень активно эксплуатировалась лет пять тому назад. Ну, то есть, просто, может быть, кто-то один. Ну, от Высоцкого, может быть, где-то пошло, но там про чистое поле нигде не говорим. Но это, может быть, кто-то один додумался. И вот пошло это нагнетение одиночества в чистом поле, невозможность связаться с миру через зумер. У Тарковского, кстати, Арсения, вот этот зумер номер тоже. А мне Александр Васильев. Васильев? Из группы Сплин. Да, то же самое. По ритму что-то такое и по образу. Наверное. Ну, а у меня еще всякие ассоциации. У меня Высоцкий. Вот. И когда вот друг мой, друг мой, я очень больна, такая удачная рецепция из Зайсенина, очень уместная. Только ее надо, поскольку это цитата, курсивая, ни в коем случае. А, курсивая. Сейчас никто ничего не ковычит. Только курсивая. И, Марина, я бы сделала так. То ли ветер свистит, оставила. А в телефоне только бессмысленные гудки, я бы без всяких кавычек оставила. Или ветер свистит. А Вы написали это? Написали. Можно не записывать. Спасибо большое. Спасибо. Это вообще друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Может, рви, может быть, безумен. А в телефоне только бессмысленные гудки или ветер свистит. А они даже рифмуются так, полурифмуются. Подумайте. Подумайте. Вот Женя, я вижу, не нравится. Нет, я задумался. Можно сразу спросить. Можно сразу спросить. Вот рифма о рви гудки не смущает вас? сейчас никто ни на какие рифмы уже давно внимания не обращает. Вы владеете рифмой. Очень приобретение. Вы владеете рифмой. О рви – это как-то признак современного письма. Сейчас же вы же не классик. Так, вот жимолость. Жимолость. Вот, я пишу стихи не лишены обаяния, свободное владение рифмовкой вот здесь вот и клаузовыми. Это окончание клаузов. Они у вас тут гипердоктилические. Это сложно. Потому что таких слов у нас в языке мало. Чтобы после ударности там еще проговаривались неударные слоги. Да еще там два, три, четыре. Даже спорили в свое время два замечательных поэта, которые, кстати, подставили «Пастернак», очень здорово. Один Харабаров, а другой Панкратов, Юрий. Вот, значит, они говорили, что они изобрели эту рифму. На самом деле там уже и Евтушенко пользовался, и Бозник, естественно, и «Пастернак». «Пастернак». А чем они интересны, сейчас маленькое отвлечение. Когда была вот эта акция против «Пастернака», да, он очень любил этих молодых студентов или института. Они же жили в Переделкиной и приходили к Борису Леонидовичу. И он их так по-отечески опекал где-то. Когда началась вся эта кампания, они пришли к нему, знаете, с чем? «Борис Леонидович, вот вы нас извините, но мы должны подписать письмо против вас». Жвага не читали, но осуждаем. И вы знаете, он их великодушно простил. Судьба их была, кстати, очень незавидна. Один покончил с собой, другой тоже как-то. А они в то время были более известны, чем Евтушенко, естественно. Евтушенко было достаточно... И они были, ну, просто очень одаревны. Один там писал такие памфлеты ехидны, типа «И широкая грудь осетина». Это уже они, пус-фактум, да, вполне справлялись с этим. У них там керосиновые люди и прочее. Предательство им оукнулось. Да, да. Все, как говорится, господь не Тимошка. Вот. И увязая в киселе взаимной вежливости, необычно. Но даже не верится, что вы начали писать только три года назад. Тогда это феномен, пишу я. При таких учителях, которые вы тут обозначены, я думаю, это закономерно. Что мне нравится? Я думаю, что стихи самобытные, незакатые, незалитературенные, живые, неуклюжие порой, и поэтому они и привлекательные. Но я не знаю, знакомы ли вы с Заболоцким? Да, конечно. Конечно, да? Но тут Олейникова, мне кажется, больше, чем Заболоцкого. А, я не то хочу сказать. Извините. Я не хочу сказать, откуда какие, что. Там вы перечислили всю петербургскую школу. Кстати, удивительно, что здесь Борис Рыжий. Затесался. Из относительно новых. Кого слышали, о ком говорят, и много говорят, конечно. Странно, что нет Георгия Иванова там, допустим. Ну, дойдите. Ну, что нет. Ну, конечно. Ну, я что-то его читала. Ничего он не читает. Ну, пускай, нет. Я что-то знаю про литературу. Вот именно, что-то знаю. Георгий Иванова, почитайте. И особенно Заболоцкого, и вот его замечательность. Почему я говорю, что у вас тут вот это вот муравьишки и прочее-прочее. Я подумала, не под влияние ли вы Заболоцкого-то писали в широких шляпах, в длинных пиджаках, с тетрадями своих. Стихотворение у него там просто сказано, что они все превратились. Это синклит. Вот этого мурашечного, мелкого. Это его друзья. Это очень сильное стихотворение. Сейчас я не могу его вам найти на память. Но вы обратите внимание. Или к друзьям, она называется, или к друзьям. Ну, как наберите вы, в конце концов, в широких шляпах. Ну, я понимаю. Это очень сильное стихотворение. Очень. И вы тут перекличкаете, перекличка у вас есть. Ну, а что касается там абериутов, пока вам рано этим увлекаться. Понимаете? Вы там, так сказать, вот осваиваете. Ну, я в стирол того, что вы хотите сейчас в силу возраста и каких-то там состояний души, да, быстро-быстро-быстро пройти. Вы смотрите, не загоните себя в это. А абериуты, если вы сейчас в них начнете упираться, они очень такие, знаете, хоромстые. Он же так вот на это он влияет. И пока не надо этим увлекаться. Потом, когда все уже, вы почувствуете себя уверенно, то да, тогда это никак не помешает. А Леонников прекрасный поэт. Ласков, нежен и красив. Зайчик шел в кооперативу. Ну, как это вот? Кажется ерунда, а сразу вздрагиваешь. Вот в этом их и коварство. Понимаете? Мне кажется, пока это повальное увлечение абериутами тоже было лет 15 назад. Как только их открыли, то все уже начали под них писать. Но, особенно под Хармсовой. Но это очень сложно. Это такая поэтика. Даже не 15, раньше. Больше, да. Нет, ну тогда как-то, да, больше-больше. Тогда уже первая диссертация Аси Герасимовой появилась где-то в 80-х годах. Да, да. Вот эта перестройка. Началась-то все. А так, ну что вам сказать? Дерзайте, не робейте, обучайтесь в этом. Вам нужен, конечно, какой-то читатель, какое-то мнение, безусловно. И я думаю, сейчас у вас мало поклонников, потому что вы просто начали мало писать. Но они очень преданные, мне кажется. Если вы совпадаете с ними по мировоззрению и, скорее всего, по психологическому состоянию, то это будут очень преданные друзья. Ну как, особо они могут вас, кстати, и не туда везти и подавлять. Они захотят вами руководить, мне кажется. Может, я не права. Но эта маленькая группа поклонников, она может сыграть нехорошую вещь с вами. То есть, будьте более самостоятельны. Мне кажется, что другая вещь сейчас происходит, потому что я выкладываю в Фейсбук свои стихи. Ну вот я такой в этом смысле. Я знаю, что это, в общем, не очень хорошо и правильно. Вот написал... В Фейсбуке вы Евсеева, не из аргей. Да, Евсеева. В общем, написал... Евсеева пять. Нет, там можно без номера, да. Написала, выложила, забыла, на самом деле. И все откликнулись? Нет, кто-то откликнулся. Но с какого-то момента меня стало читать. Вот Оля Аникина, Галина Александровна Илюхина. Какой-то ряд людей, которых я считаю хорошими поэтами. Они вас опекают? Они говорят вот так-то, вот так-то, вот так-то? Ну, на... Галина Илюхина ведет просто семинар, в котором Марина участвует. Нет, я... Вести семинар и опекать разные вещи. Нет, нет, не опекают, но мне стало гораздо сложнее писать. Да. Потому что я стала чувствовать себя обязанной... Ну, вот я про то и говорю. Да, обязанной соответствовать... Свобода такой нет, да? Да, да, вот я это потеряла. Думаешь, от чего они скажут? Там же изначально вообще был эффект влаамовой ослицы. Ничего себе. Вот я вдруг, и оно вроде как-то что-то из этого даже получается. И это дает абсолютную свободу. Вот любовь-морковь, ну, это я и сейчас скажу. Любовь-морковь можно рифмовать как бы в искусстве до некоторой степени. Цель оправдывает средства. Если это нужно и хорошо, можно... Марина, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что литобедение – это очень хорошо. И там они все профессионалы, они все все это пишут. Я чисто человечески говорю, что возникнет какой-нибудь там мужчина, муж, опекающий вас, и он захочет вами руководить. Не нет, а да. Подождите. Вы прошли те времена. Все впереди. Нет, мной... Какой-нибудь это... Теперь женщины руководят. Нет, мной просто... Ну, а женщины еще лучше, если будет какая-нибудь женщина. Мной на этом поле руководить невозможно. Мне тоже кажется, что Марина такой человек, что... Мне кажется, она такая податливая вообще в жизни. В жизни, да. А здесь нет. А здесь нет. А здесь нет. И хотелось бы это сохранить, свое самостояние, самостояние поэта, самостояние автора. Вот так вот. Так что я вижу, что это очень все изнутри свое и достаточно оригинально. Так немногие пишут. Спасибо. И хотелось бы это сохранить. Вот это для меня было... Я уже Евгению сказала, что для меня это было очень важно. Не быть похожей, не подражая. Как Флабер говорил, надо писать так, чтобы не быть похожим на соседа. При этом я себя все время ловлю на каких-то подражаниях. Вот видите, я там выловила Олейникова, таракан сидит в стакане. Ой, это Достоевский. Ну, это пауки, да. Это пауки в банке вы имеете в виду. Ну, да, в принципе. А вот Заболоцкого не выловила. И я очень пугаюсь и сжимаюсь, когда это ловлю. Это все хорошо. Но тоже я пытаюсь, конечно, это как-то обыгрывать и делать из этого, условно говоря, постмодернизм. Вот этого не надо бояться. Ну, естественно, все люди человеками живете, вы живете в литературе, в поэзии. Поэтому, если получаются какие-то там ситуации, да, как вы считаете, если это дает у вас какой-то там импульс развития, так бога ради. А как вы думаете, без вот этих вот перекличек? Иначе вы будете просто вот сухим странным объектом, пишущим стихи, да? Ну, проще говоря, графомагом. Таракан попал в стакан, полное мухоядство. То есть кто это написал? Достоевского. Лебяткин. Графоман Лебяткин, который считался поэтом. А на самом деле, если вникнуть, это гениально. Всем на Лебяткину далеко. Спасибо большое, Галина Ивановна. Прекрасный разбор. Марина, если есть что-то добавить, то так... Галина Ивановна, можно вопрос? Можно. А чем вообще графоман? Поэт отличается от графомана? Графоман, если он не агрессивен, он хороший человек. Если он агрессивен, это ужас. И ужас, и его надо просто всячески избегать. Графоман от хорошего человека чем отличается? От поэта? От поэта. Ну, вы спросили. Ну, вы спросили. Это чувствуется сразу, понимаете, когда поэт, как вы говорите, мурашки проходят. Вот если их нет, то это все... Графоман – это, собственно, любовь к графологии, к писанию. Нет, ну, Лев Толстой был в этом смысле графоман. Он еще любил писать и переписывать. Нет, нет, не в этом. Нет, ну, любовь к нему точно была. Без любви столько не напишешь и не перепишешь. Кстати говоря, не он переписывал, а Софья Андреевна, если что, на то пошел, шесть раз переписывала. Она что, графоман? Нет, ну, она чистовик переписывала, но он-то там тоже... Ничего себе, она там разбирала бы каракули. Это кошмар один просто. Героическая женщина. Никто не спорит. Ну, нет, это любовь к переписыванию. А в этом смысле тогда жена Достоевская, Анна, да? Это же вообще, сколько ей там всего досталось. Вообще быть женой гением – это профессия. Это отдельная тема, сейчас не будем туда уходить. Но все-таки, значит, чем отличается? Потому что этот вопрос меня тоже очень волнует, и наших зрителей тем более. Для меня поэт всегда пророк. Да у меня их несколько градаций. Вот истинный поэт, он всегда пророк. И как только я чувствую какую-то перспективу, и понятно, что так оно и будет, ну, он как Вития, да? Ведь они же говорят, если это краснобай, если просто он умеет красиво и хорошо говорить, ну, все это вот может быть очень высокого уровня графомания. Но оно абсолютно не в перспективе. Для меня вот поэт в перспективе. А для меня, да, вот у меня это близко. А мне, знаете, я тоже, то есть этот вопрос всегда пытаюсь ответить для себя. Во-первых, мне кажется, действительно, это отсутствие полное вещества поэзии. Есть такое слово, да? Второй момент – это, да, вот отсутствие перспективы, во-первых, полная неосознанность того, что ты делаешь, и невозможно вообще расти и меняться. То есть вот тут перспективы нет. То есть просто вот так могу, и все, и больше не… И то, и даже не понимаю, что делаю, и как. И иногда даже и не хочу. Ну, хочу славы. Хочу, чтобы мое имя, вот моя фамилия… Ну, это агрессивно, Графова. Нет, он тихо так копать. Тихо хочется писать боносик. Как башмачник, тихо, тихо. Хорошо, Гамера, спасибо большое, прекрасный разбор. Спасибо. Тонкий, умный, деликатный, прям здорово. И вы мне многое раскрыли. Да, ну. Нет, мне понравилась подборка, но вы… А сама себе я сколько раскрыла. Да. Марин, спасибо вам большое. Вам спасибо. С нами на турнире поэтов была Марина Евсеева, она же на стихире «Марина из Иргиль», а в фейсбуке просто «Марина Евсеева». И там, и там можно почитать ее стихи. Так же, как и Александра Аберемака, который сегодня был с нами в турнире поэтов. Наша передача подходит к концу, но мы сейчас еще традиционно с Галиной Ивановной подведем небольшие итоги сегодняшнего выпуска. Подходит к концу очередной выпуск турнира поэтов, и мы с Галиной Ивановной, уже оставшись вдвоем, в нашей белоснежной студии, в нашей белой студии, подведем небольшие итоги. Галина Ивановна, ну, в общем, так хорошо разобрали поэтов, что даже не знаю, что спросить именно по поэтам, потому что все было настолько точно, лаконично, но вообще интересно, да? И нам сегодня попались опять хорошие авторы. Да, я вот вижу, что они из года в год все лучше и лучше. И лучше они просто... Вот что удивительно, что одна пишет три года, вторая три года. Но смотрите, как это все интенсивно, как это... Вот это же виден сразу рост, движение. Я удивлена, потому что, ну, как бы, так сказать, если учиться, тем более самостоятельно, ну, это какое-то совершенно иное качество работы, как авторы, да, и они действительно хороши. Причем все, и этот иронист Аберемок понравился, и несостоявшийся иронистка, и не надо ей туда залезать, Марина. Аберемок тоже такой иронист, там все у нее, на самом деле, печальная... Я ей говорила, приглушенная, приглушенная ирония. Ну, хорошая мужская ирония. Мужчина должен убирать сутки на лице. Слушай, нет, никаких таких ярких, хамских выпадов ни против кого, и никакого зубоскальства. То есть ирония как краска такая, и не главная. Подчеркнула, подчеркнула. Еще интересная тема была пафоса затронута тем, что вот сейчас поэты вообще, художники боятся, в широком смысле художники боятся пафоса, зайти в пафос. С чем это связано? Это связано с тем, что они очень боятся быть политизированными, на мой взгляд. То есть пафос – какая-то гражданская позиция? Да. Гражданская, патриотическая, осмеянная. Но может же быть какое-то пафосное высказание о любви. Это бога ради. Именно пафос, боязнь именно пафоса такого гражданского? Да, если серьезно. А если просто пафос как ярлык, ну это как-нибудь поступает какой-нибудь ярлык как знак, да, качество, некачество. Ну это так, грубо говоря, тренд такой, когда нечего сказать, стихи чем тебя раздражают. Обычно молодежь говорит, ну это очень пафосно. Сейчас уже перестали говорить. Ну и стихов пафосных особо-то и нет. Тем более там патриотически… То есть это связано с тем, что нечего сказать? Или мало нечего сказать? Нечего сказать тому, кто читает. А я думал, что авторы, поэтому не уходят в пафос, потому что в пафос… Не-не-не, автор может уйти куда угодно. Вообще не гнобить автора, это святое. Нет, может уйти, но почему не… Сами авторы боятся уйти в пафос? Боятся, потому что пафос воспринимается как политика. Ну, поскольку есть ли там патриотические стихии, которые уже читать невозможно, но из-за глупостей просто… Ну, это конечно, да. Я не говорю, что всех там, да, есть масса… Ну, например, вот в башку всадили то, что Чаадаев не любил Россию. Это же глупость полная. Вы посмотрите его… Нет, ну вы посмотрите под влиянием своей жены последней. Он просто пересмотрел свою концепцию. И у него, наоборот, он более патриотичен в каких-то вещах, чем наши славяна силы. Ну, конечно. Не каждый, кто ругает Россию, не любит Россию. Есть те, кто ругает и не любит, а есть те ругают и любят. Нет, это все «люблю Россию, я страну и любовь», это все словеса, понимаешь? На самом деле тут более тонкое… Вот сейчас мы опять с тобой в политику входим, да? На самом деле здесь более тонкая вещь. Там действительно, мне кажется, не более чем мы. Это наша особенность, наша генность. Потому что наши широкие престуры, высокие небеса, всего-всего много-много. А нас, кстати говоря, не так, может быть, в численном составе не так много, как нам дано от Бога. А что вот так вот дается, ну, скажем, на халяву, то не ценится. Все надо выстрадать. Поэтому мы же и генетически очень отличны, допустим, от Запада. Там скученность, надо выживать. А нам выживать, но иначе. Мы всегда в какую-то… Если мы объединяемся, то в соборность. А на Западе объединение очень странное, оно всегда прагматичное. Вот в этом-то и вся вещь. В общем, короче, мысль моя очень проста. Патриотизм. Ну, я опять ссылаюсь на Достоевского. Русскому человеку без Бога невозможно. Он не удержит эти территории. Посмотрите, сколько у нас прошло всяких катаклизмов, да, вплоть до, там, от революции до перестройки и последующего развала Союза. То есть наше мышление имперское, а нас всегда хотят как-то раздробить. Тогда с каждым из нас будет легче разобраться. На Западе это логично, поэтому они достаточно прагматичные, они индивидуальны. А мы, как ни говорить, соборны. Все равно. Но все-таки абстрагируясь вот такой все-таки узкополитического вопроса. Она не политическая, она генетическая. Ну, генетическая, Россия и Запада. Сейчас немножко все-таки, если вернуться к поэзии, то ведь страх пафоса как страх прямого высказывания. Бояться уйти в дидактику. Вот такой пафос, не обязательно гражданский. Может быть, пафос там и любви к человечеству. Понимаешь, еще одна тема такая. Вот такие, которые интеллектуально умные, они стремятся к автоматическому письму, так называемому. Поэтому там в автоматическом письме пафос не нужен. Тебе не пойми, кто это диктует. Это поздний Бродский? Нет. Нет? Это не автоматическое письмо? Нет, это постмодернист. Ну, это уж вообще, я не знаю, там. Это придуманная теория опять на Западе, да? Когда автора нет по Барбову, есть только текст. Вот кто нашептывает этот текст? Ну, опять же, это не пророчество и не витейство. Потому что по автоматическому письму сел, и тебя понесло, понесло, понесло. Ну, это, кстати говоря, ближе, наверное, к паразаикам. Вот так, чем поэтам. Поэт все равно он как-то с формой должен уметь работать. То есть он ее должен сжать, обработать и сделать то, что вот сразу в тебя войдет. Потому что там единственная теснота этого стихового, пресловутого ряда, она, безусловно, требование любого стихотворения. И если это размывать, почему это трудно читать? А что пафос? Вот это же какая-то единая интонация, единая тема. Возвышенная интонация? Нет. Не обязательно. Не обязательно. Вот нравится им это? Ну, единая бытовая, может быть, интонация, это пафос? Ну, как, я не знаю. Понимаешь, этот пафос для меня, ну, это какой-то, вот, для меня, я не знаю, для этого не очень хорошо отношусь, потому что пафос, на самом деле, это старая античная категория, и она просто испохаблена. Вот, конечно. Понимаешь? И тут, если это и автоматическое письмо, может быть, литература, бесспорно, да, а если это просто модное течение, так же, как это модное ругательство этого пафоса, ну, не учили они там античную литературу, не знают, что это такое, трудно им воспринимать. А у нас вот в институте есть, например, античный театр, который держит профессор Гвоздин. И поэтому я не удивилась, например, когда вот у нашего победителя, Ростислава, да, как у Русакова, у него вдруг... Вот сейчас они появились, вот эти пафосные, античные куски. Откуда? Он же не знает. В институте это понятно. Они все об этом пишут, они проходят эту школу. А значит, это какая-то очень интересная тенденция, и там уж пафоса сколько в античном театре. Вот это желание пафоса — выйти в аудиторию и ораторствовать. Вот, пожалуй, что это такое. Это стремление убедить публику, обязательно должна быть широкая публика, да. Поэтому любой пафос, любовь, он не на себя направлен, он на внешность, на внешние какие-то внешние... Даже слушателей, а не читателей. Поэтому всегда была война между ораторами и краснобаями, но они назывались риттеры. Они никогда не любили друг друга. Вот философов не любили риттеров. И эта тенденция идет. Сначала могут там преобладать пафосные, как перед революцией нашей, да. Какой уж был пафос. У всех, даже у Бога. А потом это может уходить вовнутрь, осмысление всех этого времени, да. И стремление как-то, ну, по-философски, можно даже так сказать, и осмыслить это без пафоса, строго аналитично. Вот я так думаю, но я не уверен, что это правда. Всему свое время. Хорошо, а Леонид Кустяков в свое время говорил, что больше пафоса мы не любим снижение пафоса. Кустяков так говорил. Наш студент, наша школа. Тоже ваш. Конечно. Куда не плюнь. Да, Гальд Ивановна, куда везде ваши ученики. Ужас. Спасибо вам за это большое. И мы тоже. И я, и поэт, который к нам приходит, и наши зрители тоже в некоторой степени ваши ученики. Потому что мы слушаем, что вы говорите, и мы потихоньку у вас учимся. Нет, это правда. По чуть-чуть. Лестно, конечно. По чуть-чуть. Это очень большая ответственность. А потом скажут, а-а-а, ну он где учился-то. Галина Ивановна Седых. Программа «Турнир поэтов». Первая литература на телевидении. Читайте стихи, голосуйте за понравившихся вам поэтов. И до встречи на новых турнирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова